Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В конце двадцать второго года я узнала, что мужчина изменял со своей коллегой, которая работает у него в кабинете. Я тоже работаю в этой организации, но в другом здании. Ну что же, измена это травма психологическая и безусловно вам нужно ее прожить. А безусловно то, что вы описываете, ну я имею ввиду вот то, что вы поговорили, то что вы обсудили с мужем эту ситуацию, это конечно хорошо, но читая ваш текст у меня возникло сомнение в том, насколько серьезно, насколько искренне вы на самом деле решили, значит, отношения сохранить. И ради чего вы отношения решили сохранить? Лично мне кажется, что вы решили сохранить отношения только потому, что это тот мужчина, которого вы ждали. и ради того, что вы все еще ему важны. Вот. То есть я бы сказал, что за вот этим вот желанием как можно, ну, как можно быстрее может быть выйти из конфликта? Я бы сказал, что за этим, за этим желанием как бы может скрываться неискренность с ним. Вот. В смысле, с супругом. Неискренно. С супругом. Вот. И при этом, и при этом может быть и так, что вы сами как бы с собой из-за этого. тоже не совсем искренне. Вот. Неискренне в выражениях, в проявлениях своих чувств, своей боли и так далее. Я бы сказал, что ненависть к этой женщине, да, она нормальна. То есть, ну, вас можно понять, вас можно понять, то что, ну, то что вы испытываете, то что вы чувствуете, да, более чем, на мой взгляд, можно понять. Вот. И мне кажется, что наша задача заключается в том, чтобы дать себе волю, дать волю своим эмоциям, дать волю своим эмоциям. Ну, чувства, которые у вас есть, не в смысле, не в том смысле, чтобы идти и, например, ну, браться с ней, с этой женщиной. Нет. А в смысле, чтобы проговорить о случаях, вербализовать то, что вот с вами происходит. Это, пожалуй, самое лучшее, самое лучшее, что вы можете для себя сделать. Ну, вот, в этой ситуации. Прожить, прожить это, проживать, проживать столько, сколько нужно, вот, ровно, ровно, ровно столько, сколько нужно это проживать. Вот. Это очень важно. Дальше. Муж, который в начале наших отношений чуть ли не клятся, что будет верен только мне, что я для него особенная любимая женщина, через 6 лет отношений меня бредал, изменяя мне полгода или год. Точно он не сказал. Ну, да, здесь вопрос, здесь вопрос еще того, а зачем вам, чтобы он точно сказал сколько, он вам изменял, да? Вот. Но, на что мне хочется здесь обратить внимание? Мне здесь хочется обратить внимание на то, как вы выстраиваете отношения с мужем своим. Вот. Вот. То есть, что я имею ввиду? Что вам человек, вам человек, да, вам человек, почему-то клянется в том, что не будет вам изменять. Вот. То есть, ну, с чего бы? Ну, с чего бы ему, ну, с чего бы ему клятся, что он не будет вам изменять. Вот. То есть, это уже странно. Это уже вызывает вопросы относительно того, на каких основаниях вы выстраиваете свои отношения с человеком, да? Вот. Дальше вы пишите, он приходил домой, как ни в чем не бывало, ложился со мной спать, ел, общался, я ничего об этом не знал. Ну, тут история про какую, ну, про обиду за обман. И связано это с тем, что ваш муж формирует почему-то вашу собственную реальность, вашу жизнь. А не вы. Я верил, что он, что он, что он, что он верит своим принципам, а оказалось, что он предатель. Ну, я бы сказал, что здесь история про то, что вы зависите от этих принципов. Вот. Вот. Что вы зависите от этих принципов. Его. То есть, вот в этом как бы, как бы основная суть, что вы зависите от принципов человека. Почему-то. Вот как-то так получается, да, что вы полагаетесь на это. Вот. Опирайтесь на супруг в этом смысле. Больно, что для меня ценности семьи превыше всего. Я ждала своего мужчину, за которого выйду замуж и ему буду доверять. А получилось, что он меня растопал. Ну, здесь у вас травма и здесь у вас, очевидно, идет столкновение с переоценкой ценностей. Вот что сейчас вы видите, что семейные ценности, к которым вы стремились, да, они несколько чревают вот такую историю. Чревато некоторой негибкостью, уязвимостью и ригидностью. Поговорив, выяснив, о некоторой причине этого поступка. Опять же, если бы мы сразу поговорили по решению, что он намерился меня предать. Можно было это предотвратить. Мы решили оставить семью. Я думаю, что то, что вы называете это предатством, интересно. То есть это как будто бы обесценивание вас. Вот стоит подумать, как человек, один человек может обесценить другого. Не потому ли, что другой человек всю свою сущность сводит к чему-то одному. И это влияет на его поведение, в том числе полуролевое поведение, что приводит к определенным проблемам. Он вроде раскаялся. Я хочу верить, что я по-прежнему важна. Я поняла свои минусы. Ну как справиться с другом подаврения, которое поселилось в душе. Как не поддаваться мыслям, что он делает это снова. Учиться жить своей жизнью. И не сводить всё к семье. В данном случае. Вот. Меня трясёт от одного упоминания о ней. Как вынуть доверие. Не рисовать в голове картины новых измен. Но это проблемы с самооцелькой. Вот. Это проблемы со страхом одиночества. Это проблемы с базовой безопасностью. Потому что вот эта вот история, что вы ждали своего мужчину. Вот. Чтобы выйти за него замуж. Это вот история про базовую безопасность. Вот. Так. В идее о другом задании. Мы решили освежить наши отношения. Обиды, ненависть. Эта женщина меня накрывает. Прораздают истерики и слезы. С этими чувствами нужно работать. Их нужно проживать. И смотреть, что за ними находится. Что за ними стоит. Дам стоять ваши внутренние конфликты. Страйки. Противоречия. Вот. С этим и нужно работать. Возможно, парная консультация вместе с вами и вашим мужем. Для работы над отношениями. Так же. Вот. Ну и мне хочется отметить, что есть ощущение, что вы ведете себя, ну, я бы сказал, как родитель. Вот. Ну, исходя из того, что вы привержены семейных ценностей, то, скорее всего, вы ведете себя как родитель. А муж, соответственно, превращается здесь в ребенку. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.